Вот привоз я когда-то показывал рыбный ряд, рынок. Это новый. О, тут куча всего. Вот это здесь памятник тете Соне с котом. Она стоит рядом с котом. Красивый такой, крытый, пелесемги по 500. Вот головы по 45 гривен килограмм, можно на уху брать. Целые морепродукты, ряд такие огромные креветки, мидии, гребешки есть. Сарган 110 гривен килограмм, скумбрия 130. Вот памятник тете Соне с котом. Классный котик там такой. Вот филе по 400, по 450. Хек по 82, скумбрия 78. Руками не трогать. У нас совсем где-то брикеток таких треска. Тетя Соня. Тетя Соня, дядя, 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 дядя тадя. Тетя Соня дядя Василий. Мурзик такой хороший, да? кто за грудой тратить у соню кто за руки то зашел просто много всего кумбрия по 55 по 82 тема замороженная рыбка вот сюда стерляц арган кефаль бочки свежие по 45 гривен лишь по 88 рублей килограмм некий красивый глазасти с красными глазами коборотни вообще где же не водятся в одессе это где-то в речках и плоды до места знать ого сколько тоже станет тоже лишние а это что такое это ассетрина да такая ухты это будем уезжать будем это привозят сюда да ну если маленький кусочек выбор огромные креветки и как черная я понял понял типа как она немножко запахом до таким вкусно ну правда обалденная ну рыба правда вкуснее чем микро так что если кто-то хочет то сюда это как называемый рецепт вообще это крытый он или как он рыбный ряд это ваша как фирма да такой так что ребята если кому надо деликатес это все сюда это черт прям называются улица осталась старая за привозом то есть это все были магазинчики так оно и осталось да только другие да этот павильон мы из него вышли рыбный ряд и напротив такие ряды раньше был центральный вход да видите как все поменялось перестроилась тут раньше был автовокзал на этой стороне вот все перенесли лет 15 назад да перенесли там он написано фруктовый ряд он вдалеке он еще старинными этими буквами так а мы куда идем сейчас в новый а в но это новый привоз то есть то был старый мясной до рынок а это теперь новый огромные просто конечно габариты этого рынка целый ряд огромный мясной печенка и почки обалдеть это сильные ножки такие большие видите как разделывает все что хочешь и сколько хочешь попытки на холодец это легкие наверное здесь вот получше мне кажется тут оно так все компактно рядом телефон на любой выбор мяса ой это сиськина это женщина да была свинья да мужчина дамочка дамочка вот такая свинька большая лыжик туса огромный ряд конечно огромный выбор ножки люди выбирают так все аккуратно почем мясо нынче почем почем у вас мясо вообще на рынке вот какие цены я порой дай сегодня вы порой дай сегодня о ну с выходом вас удачной вам работы что все было хорошо что больше клиентов это у вас свинина да все или говядина а это говядина да свинина она светлая да нет свинина и почем свинина говядина ну занятое 140 я понял это вырезка да это качалочка качалочка да за речкой она уже казалась а это уже самая дорогая наверно вырезка ну удачи вам всего хорошего вот ушки свиняется лежать это вот паркинг и на втором этаже получается оптовый рынок да и можно прям так идти напротив вот магазина вот фреш-маркет одесса и напротив паркинг и на паркинге на втором этаже находится оптовый рынок а как же туда зайти то есть туда любой человек может зайти на машинами да ребята тут оптовая такая база большая тут оптом все продают разбирают заезжают в машины покупают кому надо много или на продажу оптовые рынки вот люди берут сетками лук перца набирают он целыми этими тут такие кабачки красивые крымский лук вот такой котик копилочка стоит красиво телефоном вот тут и инжир есть и все вот сразу ящиками целыми виноград апельсины арбузы вот тут и авокадо нежир 220 килограмм 220 килограмм а мягкий хороший а сколько тут есть ящички килограмм килограмм что такие дорогие 200 что такие дорогие инжир это откуда инжир турция яблоки всех сортов тут виноград ящиками вот пожалуйста ежевика авокадо королевские ящик ну да грибы какие красивые а он потом дешевле будет или нет или что будет вы уже испортится а что-то мы где-то по 50 по 30 покупали ну наверно вам персик молдаване там ходили да нету я не помню они его вытягивают вот так с пальцем прям похож на инжир серёг с пальцем сколько в ящике здесь килограмм кило 200 наверное кило 300 это так плюс минус можно поставить ой это для них этот хороший такой инжирный супер вот это его вытягивают пальцем да это не такой вытягивают молдавский сорт такой темно-серебристый они его так раз делают в темноте что серьезно серьезно в темноте пальцем делают все он как пластелин а что ж люди не понимают что такое инжир в темноте люди ничего не понимают это у вас оптом да тут продаются все я понял лимон и апельсин лимон и апельсин как все красиво так что вот зрительница есть приходите в гости покупайте киви 60 рублей так а то что такое граната на шарап на шарап соус на шарап из граната дайте киви я вас киви возьму дайте вы поперете ну так удачной вам торговли тут дякую в телефоне ноутбук дякую вам вы сами с Одессы да уже давно в Одессе ну добрый все гарно вам дня а скажите это 15 или это 13 15 рядом как как 15 там зрительница просила снять где она раньше жила она сейчас живет где-то за границей по-моему в Америке и говорит покажите дом вот на вот этой нет тут 17 да а то наверное 15 а то и был наверное вот это вот кованые ворота что она говорила остались а вот жила зрительница здесь попросила если можете зайдите во дворик а парень ушел вот наверное вот эти ворота кованые еще с того времени видно что старые да такие переулок Аниловой 13 а вот это наверное 15 оно закрыто что закрыто парень ушел но тут да вот этот дворик жила зрительница может откроет или залезет девочку попросили маленькую а тут оказывается где-то жила зрительница вот я не знаю я не знаю где где именно жила зрительница и как оно все это выглядело раньше ну в общем и такой дворик одесский дерево растет во дворе огромное это бесстыдница да или платан или как оно платан где жила зрительница я не знаю может тут может там может где-то внутри она по-моему уехала в Америку да или где-то мне по-моему в Америке попросила вот зайти если мы не ошиблись домом двором то это вот он а тут сзади стена какая-то старинная дальше видите как сделано это у них ракушняк вытаскивают из-под земли раньше в каждом дворе в Одесском были вход свой в катакомбу потом все это позакрывали это в катакомбе вот такой вот материал вся Одесса выстроена в принципе видите такое дерево корни и там что-то руют смотрите обалдеть просто заходишь во двор и такое так я хочу пройти по всей досточке вот туда и глянуть что там она шатается зараза видите тут что-то такое разрыто корневина дерева это дерево какие корни как у зубов такие клыки так у дерева свои клыки вот такие он уже живой аж уже не его так подковыряжем надо засыпать его землей чешу вот тут такой дворик там получается так вот не знаю где жила женщина может быть где-то здесь в общем привет вам большой от вашего места где вы жили если мы не ошиблись потому что кто-то увидит в комментариях напишите чтобы я заметил могу не заметить крыльцо такое смотрите старое интересное я так снимаю подробно чтобы вы знаете увидели свои окна или именно свое место где жили все спасибо тебе большое мы пошли оно захлопывается сейчас или захлопывается захлопывается наверное просто надо это просто закрываем такие ворота наверное правда старые видно что тут еще должны были быть вот это для лошадей чтобы не разбивали углы такие накидывали упряжку это написала да это я понял это вот такой казак с конем сидит атаман голова вроде как говорят это мы в парк такой зашли коня сними там хорошо коня сними ему тоже да на удар протирают места причандалы кувелдик да вот такой парк тут и детские играют баскетбол бросают тут и разные там детские аттракционы хорошее место такое зеленое продаются базарный сквер да такой одесский простые вот одесситки сидят на лавочках отдыхают хорошо так зелено это каштаны да вот это называется книжный рынок вот здесь меняют доллары валюту всю балкончик красивые красивая но там что-то пустое какие-то эти самые как нежилое помещение получается надо посмотреть какие-то заброшенные здания в Одессе вот чтобы полазить это больницы может быть заброшенный мор заброшенный мор красивая конечно приедете вот такого нет нигде еврейска Субтитры сделал DimaTorzok